Главный врач Центра здоровья в Таганроге получила грант на его развитие. Деньги потратят на еще один энцефалограф, с помощью которого можно будет выявлять патологию у ребенка в течение суток. И беспроводной тренажер для улучшения когнитивных способностей, развития памяти, внимания и мышления. За комплексной реабилитацией психологической, социальной и медицинской сюда едут со всей страны. 60% детей из Ростовской области, также есть пациенты из Дагестана, Центральной России и Крайнего Севера. Мы занимаемся реабилитацией детей с патологией нервной системы. Также сейчас идут очень много детей с генетической патологией, которые имеют отклонение в нервной системе. Это аутизм. В тень у нас проходит до 60 детей. В соответствии с федеральным законом есть четыре категории, которые могут иметь статус социальный предприниматель. Это те, кто производят и продают товары и услуги для социально незащищенных слоев населения. Те, кто занимается общественно полезной деятельностью, например, дошкольным образованием и помогает инвалидам. А также организации, в штате которых не меньше половины сотрудников с ограниченными возможностями здоровья. Наш проект «Аширия МСП» предоставляет софин поддержки в виде грантов с приемом МСП, включенных в реестр социальных предприятий. На этой цели в 2021 году предусмотрено более 10 миллионов рублей. Сумма гранта составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, на которые могут предъявлять социальные предприниматели. В Ростовской области уже 15 предпринимателей получили эти гранты. На сегодняшний день в рассмотрении в Министерстве экономического развития находятся еще 9 заявок от социальных предпринимателей. И также центрами «Мой бизнес» именно отдельно для социальных предпринимателей предусмотрен специальный микрофинансовый продукт со ставкой 2,75 при наличии залога. Участники форума могли прослушать лекции и мастер-классы от ведущих специалистов на тему социального бизнеса, как растущего тренда в России, а также поделиться опытом друг с другом. Валентина Малащицкая, Сергей Вишняков, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Редактор субтитров А.Семкин